Человек-невидимка или как приставы пытались найти должника целый год. В одной из чубаксарских квартир никого не было, однако долг за услуги ЖКХ рос. В итоге было принято решение о выселении. Кого выселять, если никого нет? И кто все-таки будет платить по долгам? Репортеры республики разбирались в вопросе, можно ли безнаказанно оставить квартиру без присмотра. Искать должника начали еще год назад. Ни соседи, ни сотрудники управляющие его не видели. Говорят, он уехал на заработки и оставил имущество без присмотра. За это время в квартире вырос осиной улей. И долг по коммуналке – 100 тысяч рублей. По закону, активные действия по выселению и продаже имущества должника судебные приставы начинают, если долг по налогам. А тут – за пользование квадратных метров. Киажба могла затянуться на годы. Ну тут более двух лет он не оплачивал. То есть управляющая компания выходила в суды, взыскивала судебные приказы. Он направлял к судебным приставам, но судебные приказы возвращались, так как невозможность ему что-то было взыскать. Несмотря на задолженность, выселить неплательщика на улицу нельзя по закону. В итоге ему предоставили другую квартиру – меньшей площади. Жилец перевез часть вещей и снова уехал в неизвестном направлении. Квартира с осами снова оказалась вроде бы как свободной, а вроде бы как и занятой. Трудность заключалась в том, что в квартире имелись вещи нанимателя. Мы его долго разыскивали. То есть сам пристав исполнитель свыше года. В конце концов мы его разыскали. Часть вещей он забрал и перевез в квартиру, которая была предоставлена ему с меньшей площади на улице Пирогова. Ну, после чего квартира была закрыта и опечатана. За год в Чебоксарах было подано около 20 исков к неплательщикам по услугам ЖКХ. Однако процесс взыскания таких долгов до сих пор затягивается на годы. Репортеры республики обратились к экспертам, чтобы выяснить, можно ли застолбить за собой муниципальную квартиру и не платить за нее, всего лишь оставив в ней личный скарб. Ольга Алексеева, Анастасия Братцева, Бахтияр Велеев, Республика.